Дримфолл Чаптерс По этой причине, к слову, говоря об истории Чаптерс, нельзя адово не наспойлерить по предыдущим играм, так что те, кто не играл, считайте себя предупрежденными. Итак, игра подхватывает историю на том же месте, где ее обронили в Дримфолл. Эйприл убита, повстанцы в смятении, апостол арестован, а Зои бродит по сторитайму в коме. Однако дело быстро раскручивается. Лишившись единственного человека, который делал хоть что-то, то есть Эйприл, повстанцы тырят Киана из-под носа у Азади. Зои выходит из комы после нравоучительного диалога, а вместо покойной Эйприл новым играбельным персонажем становится Сага, чьи этапы взросления мы можем наблюдать в интерлюде. Важно понимать, что самая сильная сторона игры это именно сюжет. Он местами провисает, местами подается излишне комкана, но как единое повествование работает на множестве уровней. В нагрузку в игре появился относительно сильный элемент нелинейности, благодаря чему отдельные действия, иногда даже довольно мелкие на первый взгляд, могут иметь далеко идущие последствия. Впрочем, губы раскатывать по этому поводу не стоит. Все далеко не так гладко, как хотелось бы. Хотя в игре есть просто шикарные развилки и причинно-следственные цепочки, их мало, а некоторые попросту не нужны или чрезвычайно незначительны. Несколько портит повествование его откровенно пропрогрессивистский окрас. Особенно это касается внезапной ориентации уважаемого апостола Алвана, который оказался не менее голубого окраса, чем его извечный неприятель Ликва. Это бы не имело значения, если бы вся эта часть повествования имела хоть какое-то отношение хоть к чему-то. Но на практике выходит, что гомосексуальность героя нужна просто для того, чтобы вставлять пространные и неуместные речи о необходимости уважать выбор других. В средней части кампании сюжет провисает сильнее всего, хотя это и нужно для расстановки действующих лиц по местам для довольно неплохой кульминации, которая увязывает многие непонятные раньше вещи. Да и в целом, игра предлагает немало оригинальных фэнтезийных и научно-фантастических концептов, которые заслуживают внимания. Визуально картинка вышла двоякой. Некоторые локации персонажей выглядят роскошно и чрезвычайно атмосферно, но в иных случаях пустые глаза и рваная анимация сильно ломают погружение. В нагрузку можно отметить еще одну проблему – сильное злоупотребление одними и теми же локациями. Серьезно, под конец Маркурию начинаешь ненавидеть. К счастью, поздние главы вносят наконец некоторое разнообразие, предлагая посетить действительно интересные места. Геймплея же в игре по сути нет. Немногие предлагаемые загадки могут вогнать в ступор своей зашкаливающей простотой. Нет, буквально. Многие решения настолько прямолинейны, что иногда их отбрасываешь как слишком простые и тратишь кучу времени на поиск изящных концепций, которые применили бы в алфажных квестах. В итоге, в сущности, перед нами интерактивное кино, которое заслуживает внимания, но страдает от целого ряда изъянов. И по-настоящему интересно в рамках серии, но не в отрыве от нее. Ценителям годного фэнтези рекомендую ознакомиться, приобретя по скидке. Для ценителей же прошлых частей – несомненный мастхэв. Субтитры создавал DimaTorzok